Вот такая дорога идет в Новый Свет. Ребята, мы в Новом Свете будем гулять по тропе Голицына, которая протяженностью около 5 километров погнали с нами. Видите, парковка платная, 50 рублей, а вот здесь вот за моей спиной домик, здесь можно пухнуть венца. Кто пьет, заходите. Это пляж Тихая Гавань. Посмотрите, сколько тут пены. Вот можно взять доску и учиться катать песочек, а нам надо куда-то на тропу. Тёма, аккуратно. Тёма, аккуратно. Тёма, тихая Гавань. Тёма, аккуратно. После небольшого купания мы отправились в путь искать, где вход на этот проход Голицына. и были очень приятно удивлены, что вход, внимание, бесплатно. Нет. Это наш маршрут 2600 на мети. Хочу сказать вот что. Обязательно сходите на эту тропу, но она действительно сложная. Вы должны понимать, что нет никакой гарантии, что вы её пройдёте полностью. Тёма, не надо бегать тут? Тёма. В общем, пока всё нормально. В правилах написано, что сворачивать с тропы категорически запрещается. Ну, понятное дело, здесь очень большие такие суровые обрывы. Я думаю, что можно из жизни сказать до свидания. Пока вроде нормально. Артёмка, здесь бегать не надо. И так, ребята, для тех, кто решится отправиться на эту тропу, обязательно с собой возьмите пить воду. Не один литр, а лучше больше, потому что протяжённость тропы очень большая и магазинов там нет. Смотрите какие-то штуки. Тропа эта очень интересна своими такими природными особенностями, например, как вот этот выступ. Но всё это очень красиво смотрится до тех пор, пока не случается того, что произошло с высокого хамелеона. Вот ссылочку, здесь я прикрепляю подсказку и в описании буду ссылка посмотреть. Смотрите, видимо, хоть цемент и всё в ракушках. Представляете, данную горную тропу вырубили на склоне этой горы. Гора эта называется Кобакая. Она вот как раз расположена вдоль всей береговой линии до западу, вот посёлка Новый Свет. Она чистейшая, пена чистейшая. А сейчас мы приближаемся к крупному естественному гроту Голицына. Этот грот выглядит морскими волнами. Представляете, в этой горе имеет пещерный вид. Высота грота где-то 25 метров, а ширина до 17 метров. Кстати, ребята, запомните сейчас вот эти гротские волны. В конце выпуска вы увидите колоссальный рометр. Интересная такая пещерка, не правда ли? Находился христианский пещерный монастырь. Сейчас, если даже походите и внимательно всё просматривать, то можно найти остатки росписи тех времён. Позднее здесь была винотека Голицына. Каменные арки и хранилища для шампанского сохранились до наших дней. Собственно, мы их сейчас и наблюдаем. Представляете, всё это было заполнено. Ну, а в глубине грота вот можно увидеть эстакаду для музыкантов. Здесь же... Так, двигаемся дальше, дальше вроде такие лестнички будут. Место красивое. Опа! Вообще, ага. А там есть, правда? Конечно. Есть, там ты так есть, а у вас цыг. Ай! Камочки! Я не знаю, как это было. У меня есть, там я с Родионом, он же... Катцы... Попробуем... Также... Здесь есть, там, вполне неприятный спуск. А я, с Родионом, защитно его уже. Родион поменял носильщика. А меня тоже поменяли. Давай, веди меня. Нет, сыночек, ты мой котеночек. Вот этот пляж. Тропа проходит через пляж. Купаться, я думаю, что здесь невозможно, потому что камни очень большие. Плюс еще ко всему сегодня море штормит, но ноги помочить можно. Освежиться немножко, смочить голову и продолжить путь вон туда. Уже и спустились к этому пляжу. Здесь вот все остановку делают. Пойдем. Сейчас помочь. Подальше пойдем туда. Вот это мы освежили. Все, все, молодец. Освежились и идем дальше. Пошли? Нет. Дальше у вас на пути такой будет интересный мостик с бревен. Классная локация для фото. И вот снова начинается дорога в гору. Скажу честно, это, наверное, одна из самых, и мы покоряли. А там дальше находится сквозной грот, но мы туда не пойдем. Вот он, потрясающий пляж с идеально чистым морем. Класс. Вот он, Крым с картинки. Да, вон в палатках вообще. Выпуск подошел к концу. Спасибо всем тем, кто досмотрел выпуск до конца. Обязательно поставьте лайки. Обязательно приезжайте в Крым, пока его не оккупировали и он не стал весь платным, потому что скоро это по-любому настанет. До новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok